Добрый уже вечер, уважаемые коллеги. Позвольте мне продолжить череду провокационных докладов. Мой доклад был посвящен комбинированному лечению костных метастазов светлоклеточного рака. Это довольно актуальная проблема. 30% больных первично с почечным раком выявляется метастатический рак. До 35% пациентов с раком почки в первые 12 месяцев после хирургического лечения развиваются метастазы. Средняя продолжительность жизни после выявления метастазов без лечения до 13 месяцев. И костные метастазы при раке почки развиваются до 60% и стоят на третьем месте после ракопрестательной и молочной железы. Прогностические маркеры общей выживаемости при почечном раке с метастазами в кости. Огнофакторный анализ – это данные за 2019 год. Прогноз зависит от числа костных метастазов, от того, куда эти метастазы, где они располагаются, от группы риска и от того времени, когда поставлен диагноз костного метастаза. Это тоже данные достаточно свежие. С 2019 года прогностические маркеры общей выживаемости пациентов при почечном раке. Многофакторный анализ, который показывает, что сопутствующие метастазы оставались преддиктором плохого прогноза. То есть, кроме костных метастазов, должны были быть и висцеральные метастазы. В то время, как группа риска с одиночным метастазом без висцеральных метастазов, радикальная резекция, были преддикторами лучшей общей выживаемости. Вот как раз при почечном клеточном раке есть шкалы прогноза. Используется шкала Мозера и шкала Хенга, по которой рассчитывается благоприятный промежуточный и неблагоприятный прогноз. И в зависимости от этого планируется лечение. Какое же лечение почечного клеточного рака вообще бывает? Химиотерапия в этом случае практически неэффективна из-за наличия гиперэкспрессии МДР-транспортера, который выбрасывает цитостатики из опухолевой клетки. Лучевая терапия, как считалось, малоэффективна и используется только как симптоматический метод при поражении костей головного мозга. Сейчас широко обсуждаются варианты лучевой терапии с использованием вместе с иммунной терапией, с таргетной терапией. Но это как бы отдельная тема. Также иммунотерапия с этакинами тоже часто бывает неэффективна, потому что не превышая 10% ремиссии, эффективна только у больных с хорошим прогнозом. Высокая частота побочных реакций и плохая переносимость не показана или приносит клиническую пользу более чем у 80 больных. Актуальна сейчас таргетная терапия, иммунотерапия, онкоиммунотерапия и хирургическое удаление при солитарных единичных очагах при хорошем статусе больного и при патологическом переломе. Хирургическое лечение. Мы знаем, что есть 4 типа пациентов, 4 типа показаний. Радикальное удаление солитарных метастазов – это, конечно, хороший прогноз увеличения выживаемости. Хирургическое лечение патологических переломов. Наличие патологического перелома уже относится к плохому прогнозу. Профилактика патологического перелома и нехирургическое лечение. Хирургическое лечение костных метастазов – это полное удаление метастазов, способствует улучшению клиническому прогнозу, следует проводить в случаях операбельные опухоли хорошим общим статусом пациентов. Удаление метастазов также можно предпринять у пациентов с резидуальными опухолями и операбельными метастатическими поражениями, ранее реагировавшими на таргетную или иммунотерапию. Это специальную цитату привела из Европейской ассоциации урологов от 2018 года. Общая выживаемость при метастатическом почвенно-клеточном раке с солитарным метастазом – очень хорошие результаты у пациентов, которые получали радикальное лечение. Но речь пойдет не о пациентах с хорошим прогнозом, а как раз с пациентом промежуточным и плохим прогнозом. Появление таргетной иммунотерапии расширили показания к хирургическому лечению костных метастазов почвенно-клеточного рака. И приоритетной задачей комбинированного лечения со средним и плохим прогнозом является улучшение качества и продолжительности жизни. Вот мы видим на этом слайде графики, где показано, что таргетные препараты способны изменять прогноз в лучшую сторону. И, в общем-то, это нам дает надежду. Пациенты стали дольше жить, и, наверное, с ними нужно что-то делать. Вот мы видим двухлетнюю выживаемость увеличилась практически в два раза по сравнению с выживаемостью без лечения на фоне таргетной терапии в течение двух лет. Продолжение следует... Несколько линий химиотерапии, вот мы тоже видим на слайде, дает возможность продлить жизнь пациентам, тем более, что ответ на первую линию терапии ингибитор-тирозинкиназы говорит о том, что, скорее всего, следующие линии при прогрессировании данных пациентов будут эффективны. Сейчас существуют новые комбинации таргетных препаратов, которые также увеличивают продолжительность жизни. Еще одна опция появилась в 2018 году, появление иммунотерапии, которая также расширила показания к хирургическому лечению. И такие препараты, как неволюмаб, эпилемумаб и неволюмаб, были зарегистрированы в комбинации в 2019 году. Тоже нам позволяет надеяться, что эти пациенты, эта категория пациентов будет жить достаточно долго, и этим пациентам мы можем выполнять какую-то хирургическую помощь. Неволюмаб показал преимущество по всем позициям, так как трехлетняя выжимаемость пациентов превысила впервые 35%. На этом слайде показано, что в 2019 году продолжаются клинические исследования по препаратам, по новым комбинациям, которые также нам дают надежду. Вот слайд, который говорит о том, что комбинация иммуно-онкологических препаратов и неволюмаба с неволюмабом, также в группе плохого и промежуточного прогноза к 30 месяцам в 66% пациентов группа общей выжимаемости повышается. Это исследование КитНОТ, тоже комбинация иммунологического препарата ингибитора МТОР с хорошими данными выживаемости. Ну и стратегии лечения костных метастазов. Солитарные метастазы там все понятно, а что же делать с пациентами при промежуточном плохом прогнозе? Мы можем выбрать малоинвазивные хирургические лечения, которые улучшат качество жизни пациентов. Мы можем проводить таргетную терапию и палеотивную хирургию. Мы можем выбрать лучевую терапию. И мы можем выбрать комбинацию препаратов таргетную терапию либо иммуно-онкологическую терапию с хирургическим лечением и добиться контроля над болезнью и улучшения качества пациентов. Исходное состояние пациентов оценивалось по шкале Корновского. Прогноз по шкалам Мозера и Хенга имели промежуточный плохой прогноз. Все пациенты имели болевой синдром, ограничение функции. Все пациенты имели множественные метастазы. Пациенты получали таргетную терапию до хирургического лечения с замещением дефекта и были прооперированы на фоне стабилизации опухолевого процесса. Все пациенты продолжали получать таргетную терапию после операции. И все пациенты надеялись на помощь и улучшение качества жизни. Позвольте привести вам несколько клинических примеров. Пациент с 62-х лет, с почечноклеточным раком, с метастазами в легкие, от 2 до 3 мм, с метастазом, единственным солитарным костным метастазом в левую лопатку. Этому пациенту проводилась первая линия таргетной терапии по запонимам. И на фоне стабилизации этому пациенту была выполнена экстерпация правой лопатки и выполнена 3D-эндопротезирование. Пациент к 2019 году, признаков прогрессирования не выявлено, он получает таргетную терапию и имеет очень хороший функциональный результат. Следующий случай – комбинированное лечение с двумя линиями таргетной терапии, с хирургическим лечением. Пациенту 60 лет, состояние после нефректомии. Этот пациент лечился в Израиле, ему была выполнена нерадикальная резекция лопатки в Израиле, была рекомендована почему-то лучевая терапия без рекомендации таргетного лечения. И этот пациент попал в поле зрения в нашем институте. Была назначена первая линия таргетной терапии по запонимам, стабилизация в течение 4 месяцев. Было принято решение, вернее, было зафиксировано прогрессирование, была назначена вторая линия таргетной терапии с арафенибом. И на фоне второй линии произошла стабилизация в течение 6 месяцев, Редукция метастазов, выполнена экзортикуляция лопатки, эндопротезирование 3D-протезом и состояние на фоне таргетной терапии 12 месяцев без признаков прогрессирования. Три линии терапии таргетной. Также пациент с плохим прогнозом, с метастазом в правую бедренную кость, выполнена П-образная резекция пластика металлоустеосинтезом. Произошло прогрессирование метастазов правой бедренной кости. В 2006 году была назначена первая линия таргетной терапии с арафенибом, выполнена широкая проксимальная резекция правой бедренной кости, эндопротезирование. Произошло метастазирование в 5-й ребро справлено, на площадке это уже через 2 года. Была назначена вторая линия таргетной терапии по запонибам. Резекция выполнена 5-го ребра, адреналоктомия слева. В 2012 году у пациента появились метастазы в правое лёгкое. Назначена третья линия таргетной терапии виролимусом. Выполнена атипичная резекция правого лёгкого. В 2015 году таргетная терапия прекращена. У пациентов на 2019 год признаков прогрессирования не выявлено. И если посмотреть, то этот пациент с плохим прогнозом, с изначально плохим прогнозом, живёт с 2004 года по 2019 год, то есть 15 лет и 6 лет без признаков прогрессирования заболевания. Две линии таргетной терапии по запонибам, виролимусам. И здесь уже применена новая технология двойная таргетная терапия ингибиторами тирозинкиназы, ингибиторами МТОР, виролимусам с линвотинибом. И выполнена резекция кости, эндопротезирование. И также на 2019 год признаков прогрессирования не получено. Комбинированное лечение и таргетная терапия плюс иммунотерапия. Больной 56 лет, метастаз в контрлатеральную почку, лёгкие вправую бедренную кость. Этого пациента лечить отказывались в любом медицинском учреждении. Этот пациент из Бурятии, учитель, попал в нашу клинику. Ему была назначена таргетная терапия по запонибам. Выполнена внутренняя чаговая резекция с металлоуста-синтезом. Метастаз, выполнена резекция. Через некоторое время наступило прогрессирование метастазов в контрлатеральной почке. И прогрессирование метастазов в лёгких правой бедренной кости. Опасность патологического перелома на фоне второй линии таргетной терапии Эмтором и Виролимусом. Но этому пациенту посчастливилось. И ему была назначена иммунотерапия. Он достаточно быстро получил препарат Неволюмаб. И на фоне этого препарата произошла стабилизация. На фоне стабилизации была выполнена широкая проксимальная резекция правой бедренной кости. Эндопротезирование. И пациент буквально перед отъездом, я его осматривала, он приезжал на обследование. У пациента редукция всех метастазов в лёгких. 50% редукция метастазов в контрлатеральной почке. И метастазов в костный скелет у него не выявлено. То есть на данный момент пациент без признаков прогрессирования, без признаков метастатического процесса. Ну и резюме. Решение по поводу удаления метастазов должно приниматься в каждом индивидуальном случае. Комбинированное лечение с применением новых технологий позволяет расширить показания к удалению метастазов. И возможно в будущем заменит стандартные хирургические подходы. Появление новых молекул и комбинация увеличивает число линий терапию пациентов с метастатическим раком почки. И делает болезнь хронической. Качество и продолжительность жизни пациентов на фоне комбинированного лечения метастазического почечно-клеточного рака лёгких значимо увеличивается. Спасибо за внимание. Владимир, спасибо. Очень интересное сообщение. И я бы хотел поздравить вас с такими результатами. Замечательно. Вы знаете, вот ваш доклад украсил бы картинки, демонстрирующие функцию после эндопротезированной лопатки. Учтём. Да. Потому что вопрос этот всегда является спорным. Надо ли выполнять подобные реконструкции и насколько они хороши в функциональном плане. В остальном, конечно, вы собрали действительно всю ту информацию, которая есть на сегодняшний день в такой общеонкологической практике. Это действительно прорывные технологии, которые касаются и таргетной, и иммунотерапии. И они открывают другие перспективы на жизнь нашим пациентам. Продолжение следует...